Первое, самое мощное именно славянское образование IX века на той территории – это Велико-Маравское княжество. В Чехии, в Чехии и Моравии, там рядышком. Велико-Маравское княжество, где к тому времени правил князь Ростислав. Князь Ростислав был в очень тесных отношениях с императором, с королём Германии Людовиком II Немецким – это сын Людовика благочестивого внука, соответственно, Карла Великого. Не нужно путать, ещё был в это время Людовик II, король в Италии – это сын Лотаря, соответственно, тоже внук Карла Великого, но не тот. Совсем другой. Совсем другой человек. Так вот, Людовик Немецкий находился с ним в настолько тесных отношениях, что Ростислав постоянно прятал у себя его непосредственных политических противников, а именно его трёх придурочных сыновей – Карла, Карломана, и ещё одного Людовика – они постоянно пытались папу свергнуть, а когда они не пытались свергнуть папу, они резались друг с другом, отчего папа был просто в шоке и постоянно пытался с ними что-нибудь нехорошее сделать, а когда он пытался, они убегали в Великую Моравию. Там скрываться, да? Моравский, здесь Ростислав, с одной стороны, был этим очень доволен, с другой стороны, он понимал, что он так доиграется, и в конце концов король Германии придёт к нему и устроит какую-нибудь кровавую баню. Внезапную проверку. Внезапную проверку, да, но они ходили друг к другу в гости совершенно запросто, с войсками, в общем, франки долго не могли славян победить, потому что в самом деле было очень мощное государственное образование для своего времени, для своего региона. И, прямо скажем, основным фронтом работ для франков эта местность не являлась, они в основном были заняты тем, что делили империю Карла Великого между собой. Так бы, наверное, всё сложилось иначе, но тем не менее. Поэтому Ростислав для того, чтобы укрепить своё положение политическое, послал посольство в Константинополь с целью прислать учителей, которые обратили бы его народ в христианство, и таким образом он рассчитывал получить поддержку Византии прямую против агрессивного и беспокойного западного соседа. Ну, правда, не очень понятно, кто был агрессивнее и беспокойнее, потому что я уверен, если бы мы поговорили по этому поводу с Ядовиком немецким, он бы нам что-нибудь другое рассказал. Что за сволочи у него под боком жили, да? Да, 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 да. Примерно в это же время, а именно в 860 году, Константинополь осаждает флот русов. Как раз это знаменитая история, когда, видимо, Аскольд и Дир приехали. На колёсах. Нет, на колёсах приехал Олег Вящий. Если он вообще приезжал на колёсах, скорее всего, это просто так описывали, как корабль по Волоку тащили. Так вот, атака была отбита, причём при прямом участии Фотия. Осада снята, и тогда же войско русов приняло христианство. Естественно, им подарили богатых подарков, они сказали, почему бы нет, тем более, что со штурмом какая-то фигня получилась, а так просто уходить домой как-то не очень. Я думаю, что для Фотия было абсолютно ясно, что воевать с этими вот этими, этими, этими и этими ещё варварами одновременно почти невозможно, потому что эти догосударственные образования прекрасны чем? Тем, что их почти невозможно разбить. Потому что пока ты бьёшь одного, будучи уверен, что вот это и есть твой самый главный противник, образуется какой-нибудь другой вождь рядом в другом племени, который вот у этого недобитого отберёт всё, что было, окажется, что он ещё и усилился после этого, и так как грабить больше некого, кроме тебя, богатого византийца, придёт тебе снова грабить. Конечно, Фотия это отлично понимал, и воспользовавшись удачным опытом крещения русов, согласился на предложение Ростислава и послал туда в Великомаравскую миссию знаменитую, где как раз работали два брата, старший Мефодий и младший Константин, который потом стал Кириллом. Который потом, через некоторое время, стал в монашестве Кириллом. А они огородиться от всяких варваров тупо не могли, да? Ну вот как у римлян, там, по Рейну, Линия, там, Лимис, посты, Адрианов, Вал, там, как-то они всё время огораживались от них, а византийцы уже не могли. Ну это, прямо скажем, пожиже было образование, чем Римская империя исходная. У них под боком были арабы, с арабами они вынуждены были постоянно воевать, чуть позже, в XI веке пришли турки-сельджуки, и арабы представляли из себя большую опасность. Плюс нужно же было понимать, что нужно держать вполне представительные воинские контингенты на западной границе, потому что вроде бы одна империя, но там всё было очень непросто, тем более, что Юг Италии и Сицилии в это время находились под прямым управлением Византии, что для западной части империи было костью в горле, и это могло в любой момент обратиться нехорошими последствиями. Поэтому, учитывая, что это уже вполне феодальное образование с феодальным войском, которое имеет вполне конкретное ограничение в употреблении, ну несмотря на то, что это, конечно, была очень мощная империя византийская, и войск там было вполне себе представительное, но это совсем не та мобилизационная способность и способность к реакции военной, какая была в Римской империи. Поэтому вот так вот поступать, как римляне, они уже в это время не могли, поэтому приходилось договариваться. И именно идеологическое влияние на соседей патриархом Фотием считалось важнейшим. Кто такие были Кирилл, точнее Константин и Мефодий, почему выбрали именно их? Мало того, что, судя по всему, сам Константин был знаком лично с Фотием, видимо, они учились у льва математика вместе. Оба они происходили из Фессалони, из Солуни, и были они славянами-македонцами, т.е. они умели говорить по-славянски. Ну, в македонском его диалекте, но, по крайней мере, это уже было хоть что-то, тем более, что все диалекты славянского языка тогда были весьма и весьма похожи. Отличались, видимо, сейчас как говоры внутрирусского языка. Т.е. любой македонец спокойно мог понять какого-нибудь новгородского словена или в Моравии того же Чеха, без проблем. Да, и при этом были очень образованные люди, как мы знаем из пространного жития Константина, знал он 5 языков, что вообще и сейчас очень неплохо. Немало, да. Я не знаю многих людей, которые знают хотя бы 2 языка, а тут 5. В общем-то, немногие даже один-то знают нормально. Это факт. Многие даже свой-то не знают. Да, да. Кроме того, Константин имел... Уже вполне представительный опыт религиозного посольства, а именно он представлял Византию во время посольства в Хазарио, к Хазарам. И есть мнение некоторых учёных, что уже в это время он начал работать над составлением славянской азбуки, видимо, как частая инициатива. И оказавшись в Моравии, за очень короткий промежуток времени, и Константина и Мефодий, буквально они оказались в 863 году, и буквально за 6 лет они успели перевести основные библейские книги, перевести весь литургический чин, т.е. то, как ведётся служба, потому что службы бывают разные, вечерние, заутренняя, праздничная, рядовая и прочее. Это всё нужно было перевести, ну и, конечно, то, что во время этого читать нужно, т.е. там Евангелие, Псалтырь и прочее, священные тексты, их нужно было знать, и они успели перетолмачить на славянский язык. Мне кажется, что право те исследователи, которые говорят, что работа началась несколько раньше, потому что если они 6 лет только переводили, ну да, это, в общем, вполне нормальный срок, но ведь нужно было сперва азбуку составить за грамматикой, а потом уже переводить. Понять, так сказать, самим все изгономерности изучаемого вопроса. Поэтому, да, наверное, и Константина, и Мефодий были выбраны не случайно, потому что уже имели опыт некий. Ну, тут ещё им очень сильно повезло, потому что… А почему они вражескими буквами не писали? Об этом скажем, почему вражескими буквами не писали, это важно, это отдельный вопрос. Во время Хазарского посольства они проезжали через Крым оба, ну это несколько раньше было, чем Моравская миссия, и там они вскрыли гробницу святого Климента Римского, знаменитого римского исповедника, и обрели его мощи, как говорят. Это потом сыграло очень большую положительную службу, потому что через некоторое время в Риме осознали, что миссионерская деятельность вот этих вот двух людей наносит вполне конкретный ущерб делу Западно-Римской церкви, ну а значит и Западно-Римской империи, потому что где Моравия, а где Византия? Моравия – это прямой круг интересов Западно-Римской церкви. И в 869 году, когда скончалось, да, несколько раньше вынуждены были поехать Константин и Мефодий в Рим через Панонию с тем, чтобы объясниться, чем они занимаются вообще, потому что туда шли, во-первых, в Моравию я имею в виду, в Моравию шли папские проповедники, которые им мешали, и туда же шли франкские войска, потому что, собственно, у князя Ростислава всё окончилось плохо, потому что в 870 году его ослепили и бросили в тюрьму, собственно, франки. И, в общем, Великое Моравское княжество недолго просуществовало, прямо скажем, хотя ярко, но недолго. Прибыв в Рим, вдруг оказалось, что они не просто так прибыли, а привезли мощи очень почитаемого святого Климента Римского, и поэтому просто вдруг сказать им, что ребята, вы не правы, никто не мог, более того, им вынуждены были устроить триумф настоящий обоим. При преемнике Николая Первого Адриане Втором, папе римском Адриане Втором, даже отслужили службы на новообретённых славянских книгах, которые привезли с собой Кирилл и Мефодий, таким образом и в Риме легитимизировав этот самый славянский язык. Видимо, это были два человека такой учёности, что они гремели буквально по всему Средиземноморью и просто так сказать им, что нет, ребята, вы не правы, нельзя, фу, им просто не могли. Вот тем более они с собой такой подарок привезли, значимый, прямо скажем, для западной церкви. Но Константин из Рима не вернулся, он умер в 869 году от болезни, от усталости, видимо, от большой, как раз тогда он принял схему под именем Кирилл и скончался, А вот Мефодий продолжил свою работу, хотя он не смог вернуться в Морайю, которая к тому времени уже находилась под франками, оказался в Панонии, тоже у славян, у князя Коцелла. Вот через некоторое время его франки поймали, посадили в тюрьму, он два с половиной года там просидел, при том, что Папа Адриан приказывал буквально, что это святой человек, выпустите. Франки говорили, что кому святое, кому и мешает, и отказывались его выпускать. Ни за что пострадал. Ну как сказать ни за что, это показывает именно на то, что религия – это инструмент власти, если вот сейчас в конкретном случае Папа идёт против власти, то власть вполне легко с его установлениями расстаётся.